Я тебя понял, мне очень нравится твой подход, на самом деле, на самом деле, мне кажется, что мы как раз успели, мы как раз успели, считаю, собраться с бодростью духа. А ты уникальный, комментатор Себастья. Ну а чё, нужно постараться, знаешь, на свой стримке стримить, я уверен, Рома такой хит, о, сейчас парни будут only for me стримить доту, да, то есть, значит, такой... Ну да, да, я понимаю, чём ты сейчас хочешь сказать, но я не скажу, ticket is free to watch. Билет бесплатный для зрителей или для просмотра? Для просмотра. То есть, любой желающий может смотреть ДОТТВ? Да. Тогда в чём наша работа, комментатор? Не, я камеру двигаю, смотри, видишь, у меня типа иконочка. Я понимаю, я тоже буду камер. И пол, и они могут вот в самой игре переключаться, то есть. Ты видел никнейм, сейчас дошёл парень в лобби, и когда он до того, как он переместился на слот команды, у него было классное... Какой, какой? Тилт, вроде, и слово плохое, который любит говорить, популярный стример под неким Evil Arts. Я не вижу таких. Ну, он был когда вне... Вот, я вижу второй, Blasiemon, да? Я, в принципе, на стрим показал. Да, да, да. В принципе, на стрим показал, но... Как бы произносить это, ну, как бы... Как ты показал? Как ты показал? Ну, навёл, навёл, понимаешь? А-а-а! Золотая высвечивается. Дерзкий игрокинут, если вы, как он всегда были хорошие. Никней? Наверное, мы на ЛДВе. Серьёзные ребята, однако. Так, всё, игра началась. Игра началась, да. Нормально. Так, но у меня ещё никакого стрима не началось, но, поэтому не предвидится. Леня, щас, щас всё будет, задержка, просто как раз понимаешь, уже вот щас должен идти стрим, вот. Ууууууу, значит... удая получается да ну и кого же будут они собственно говорится это брать они будут банить болеть будут персонажа это гарантируют банить ну я уже не знаю следует ли тенденциям такие турниры которые не совсем крупные можете какие-то другие баны здесь наверно все-таки на сигнатурных персонажей будут ориентироваться соперники и банить сигнатурных героев соперников я не видел чтобы его на поняли на абсолютно про как она и сталкера у стены света ну сейчас посмотрим может знаешь тебя как обычно типа там что мешает нашим стратам вот этот персонаж вот этот персонаж вот этот персонаж вот и то есть тут как-то сомневаюсь что люди готовятся командой друг другу как в обычных профессиональных игра да я думаю здесь что-то вроде как в батлкапе знаешь попался так прощекал если знаешь соперника и его героев ну да то есть относительно свои стратегии понимаешь персонажей но это дефолт я бы сказал хорошо себастин кого ты знаешь из этих игроков вон есть не ромена его знаю я ромена знаю я все больше нельзя ты должен других знать игроков если не знаю что плюс очков не минус очка тебе игру с на экран начало проиграл я этих популярных игроков абсолютно не знаю так тут на ферс пику залетает у пент и он ханта несчет посмотрим дабл пик тут сразу какие-то будут либо двух суппортов набирать либо короб ли суппорта никто не знает может раз вообще коры вообще начинает сейчас же пикс раз пик хардлайнер именно с хардлайнер что его на счет профита можно взять кому-нибудь персонажей тут судя глядя на страты их не типа ну могли даже стратегиями для сказал то есть не подошвать их носом как я говорил то есть от шейкер может быть и хардовый и медовый скорее всего стал раскрыть его хардовый на самом деле возможно ну в принципе паунтихантер видишь скорее всего не будет какой-то либо мобильный пик либо будут просто стараться вообще паунтихантера можно видеть спокойно чтобы он мешал мидеру ну это само собой но сейчас так можно же будет в виду слабый лейновый персонаж поэтому не добирают на поросе нет в таком случае чтобы не сильно унижали не говорю про то что у пьянты пик и баунтихантер они должны себя обеспечивать хорошей войны под ораку появляется странный радио но это я думаю кири оракул да да я определенно кири оракул то есть браза машин и я первый скил и погнал пожалуйста да 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 через мало шторм йонер потом изолятор вот еще можно всякие они кстати похожие вроде тычки вместе с архладином и залетает в пик рубик ну в принципе ну наверное не кто-то хорошо 1 тот же роман на какую роль у них стоит за пульте евро я просто не знаю роман в принципе папах играет вроде как на всех основном на миде игры но если учесть что роман играл в наве на саппорте то может здесь он тоже на саппорте но вдруг это же команда другого уровня а значит он здесь может авторитетом давить и других игроков а при этом банит радио банит траксу дроу рейджеры и в принципе в бане уже цико и тракса много непонятный выбор для меня оба но кто такой Забанили Квапу и забанили Канас сразу же. Я смотрю, даже они над Банами не особо задумываются. Скорее всего, я уже говорил, что банят по заготовкам. Типа, по мешочным стратам, в таком стаиле. Банят? Одни банят мидеров, другие керри. Все логично, забанили Пака. Ну, понятно. Ну, значит, смотри, забанили Пак, иначе будет какого-то, может, лю... А, как бани, ага. Ну, значит, не знаю, кому они могут. А если Свойт появляется? Это мощно, да. Не, ну вообще, формально, кстати, каждый из этих трех персонажей, Зевс Квапа и Пак могут стоять точно так же Хардлайн. Поэтому мы не знаем, кого точно забанили. Ну, то, что я видел недавно Берлинг, который играл Хардлайновым Зевсом, на Паке тоже самое, но и на Квапе практикует. И Манки Кинг появляется у Ситмой. Манки Кинг? Да, практикуется, практикуется. Либо лун оффлайновый вариант. Мне кажется, Манки Кинг слишком слабый для фейн персонажа, но неплох для мид героя. И так еще до сих пор непонятно, что у Сил Свет, потому что Шекер может быть как хардовой, так и саппортом. Точно так же и Бойт может пойти в хардлайн, так и может пойти фармить. Ну, сейчас посмотрим, потому что на данный момент мало чего. Элдер Титан. Ну, это значит, получается, он все-таки Войт фармящ и Шекер. Либо там... Это может быть Шекер в мидлайне, это может быть хардовой, а не, фармящий Войт, это Элдер Титан будет на харде, потому что на хардлайн также постоянно несколько раз надо пик. Ну, это очевидно. Пока что тут, типа, вот все герои куда хотят туда и ходят. Сейчас еще не стоит исключать Оракла Керри, понимаешь? Да, и мидового Шекера. Суппорта Шекера, Элдера. Мидового Суппорта и хардового. Не, насчет хардового Шекера я уж сомневаюсь, потому что есть все-таки Титан и Фейсл Свойт. Но хотя при условии, что Шекер пойдет в мид, Войт пойдет на хардлайн, а Элдер Титансорку будет фармом помогать Керри. И Уокер появляется у Пента в пике и... Ну, вот он уж явно пойдет в мид. Здесь даже задумался, не приходится. Ну, в принципе, видишь, я навожу, и тут написано основной атрибут и интеллигенция. Да, значит, наверное, пойдет в мид. Это логично, да? Ну, точно так же по такому гритерю может и рубик пойти в мид. Поэтому я считаю, что... Давным-давно он ходил в мид в старых патчах. Миркл ходил в старых патчах. Да. Да, было дело. Интеллигенция. В таком случае логично, что оракул пойдет в мид. Ну... Последний план остается у Радианты, и они банят регион команды. Последний день они явно не считают, что Манкигинг пойдет в харду. Угу. 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 Ну, сейчас посмотрим. Может... Ирина также ушла в бан от Pente Sports. Pente Sports, прошу прощения. Нужно быть максимально точным в своих выражениях. Вот именно. Не обзывайся. Я не обзываюсь. Это просто ошибка. Простите, босс. Простите. Прощай. Решайте меня премии, не надо. Прощай. Ну, последний пик, и... Ну, честно, пока... Если смотреть, то мне пик... Сил света нравится больше. Как ни крути. А это может быть в Войт Керри. По-другому будет наносить много урона, и если это Шейкер все-таки саппорт... Ну, видишь, у них, наверное, типа еще запланирован какой-то рейнджовый персонаж, потому что вот такой пик делает свой дом, это немного странно было бы. Оракул много в купол урона не наносит, Шейкер, ну, в купол вообще не наносит. Но есть еще, опять же, условные оды в мид, которые так же неплохо стоят против конкультера. Да, вот, значит, у них остался медовый персонаж, и, как видишь, нормально. Вот, баны зашли из Зевского, Папа, Клинович. Это может быть так же Разор, Дэд Профит, Крабата. Да, да, да. Которые так же будут в мидгейме. У них еще большой пул персонажей, которых они могут взять, да. А у Пента остается лишь выбор взять Харбайнера, скорее всего, либо же Керри, потому что Манки Кинг. Я все же думаю, что Керри Манки Кинг. Ну, сейчас мы, в принципе, посмотрим. Через буквально 40 секунд, может, раньше. Но это не точно. К какому пику отдаешь предпочтение? О, Некрофос. О, Некрофос, это... Это точно так же может быть еще и Харду Мэкрофос. Это фармящий, наверное, Некрофос. Это фармящий, наверное, Некрофос. Ну, тут тоже не точно, потому что я видел несколько игр, где Некрофоса отправляли в Хардлине. Это были мои игры на 3000 рейтингах. Ну, мне кажется, это фармящий Некрофос, Манки Кинг в Харду. Ну, это немного... Ну, а не знаешь, наверное, почему взяли Манки Кинга в Харду, потому что у них Оракл там, да, и милишник 2 то есть оракул много чего сделать не может самым гигангу на линии но если может то временно вот война манки кинг в принципе бьет по лицу а вдруг тогда вла будет добавление бонс хандр будет перемещаться и как харду так и возникнуть то есть будет помогать не кровь с хардом который будет убивать но не кровь стабильники будут убивать но манки кинг ничего не сделает трипле 40 шейкером почитаешь и сделать войду война больше тычку война больше статов и при этом он будет там шейкер будет ходить стараться давать фиссурами но все зависит от того как бонс хандр будет активно проявлять в медовой линии так и будет собственно шейкер там хотя сейчас пошел что мы чуть ли не по 3-4 героя в медвине все за расстраивает как видом медовый игрок от тебя должны расстраивать это тенденция много расстраивает потому что даже расстрагивает потому что стабильно когда знаешь вот не замечаешь что к тебе приходит приходит только к вражескому персонажу это расстрагивает очень сильно расстрагивает и мирана появляется все таки это видовая мирана валира на вот а все же вдруг это будет мирана саппорт или шейкер медовый ты его знает но нет я считаю что по-другому все это принципе я представляю команду пройдем тут и команду дай мне нравится один одар сверху да а бы знать получается получается тебя запутал принципе нет просто я немного не стал включать свои недопонимания того что человек играющий в доту достаточно большое количество времени не знаю где сторона рейдинг и дайр в цем моде это меня немного пугает с одной стороны с другой забавно с 3 ты мой сокастер и мне становится грустно из-за этого так ну все всех героев разобрали может представлять команду дайр ну и сейчас подожди у нас еще башни уровень компендиумов да ну понятно само собой сейчас будем смотреть у кого башня больше опять же двусмысленно прозвучало но ой но я вижу что у правых башня больше получается уже да да в принципе больше но это не точно в принципе нет чисто гипотезис на бута да 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 так сторона рейдинг у нас получается шейкер а кстати наш шейкер сам шейкер суппорт вот фармящий урок будет помогать также вайду элдар титан у нас хотя нет стоп это элдар титан саппорт получается цепь шейкер харлинии и мирана медовая так значит а monkey king у нас получается фармящий да роман на monkey king играет значит на рубики у нас играет джабс это суппорт пятая позиция как я могу понять в харду на все-таки пошел некрофос с никнеймом днз и какой-то буки сайонара на баунти хантере роумид и инвокер мид была зим он play play зимом я так думаю так считается давай мой закастер себастьян так как раз и могу ли у вас пожалуйста попросить советы как не отдалить карту а вот когда же вопрос вас сон колесом нет у меня вообще почему-то не отдаляет и не обижают мне отдалять достаточно далеко я в принципе могу все посмотреть а я рисую но почему это сделать и меня это раздражает но вы старались компания свой компьютер в сервис на всякий случай но спасибо большое так видимо и два ворота поставили страна страна поставила на всякий хантер и видимо поставил м3 еще так мирана дает возбуждение нечего она подожди она не дает да но при этом она взяла зубе ну там заряженный monkey king и скорее всего да она умирает и но рудно того не стоило мне кажется ну вообще не точно с точки зрения своей экономики она ничего ему не сделать то что он умер и на деньги на что у него были а вот смерть это грустно да но как мы видим здесь у них также есть варту баланс хантер предварительно поставил уже варта в мишу подрезать курьера точно так же стоит еще сэн 3 вард на боте и по вардам пока все намного лучше у команды дайер нежели у радиант которых стоит один вард на топе ну в принципе я согласен полностью кстати да это фармящий monkey king который будет формить инди кровь из хардлини о котором я так много говорил посмотрим как будет действовать баунти хантер самое интересное поставлю центре комит значит против баунти хантера ну это понятно да но баунти хантер уже напрягает в лесу оракла и как сильно пока у инвокера вернее да у мокер линия запушилась и не непонятно но он по крепам мокер и явно впереди то что замирала трудно восхитить на первом уровне прям по товара само собой да так там пулы уже делаются от воды рубик этим занимается причем может отметить большой крипста то что 70 у шейкера кардового шейкера да это вкусно очень и бьют инвокера в виду значит и наверное убьют да убивать вот там виду вот это вот уже грустно потому что вот честно рамочи большое количество экспы и большое количество крипов хотя он живет на 2 я с их маяния с их маянии поставили вар сторона радиант да и получил много что получается является на топе и пока шейкер чувствую себя вполне хорошо у него уже правда вместо четырех карте осталось всего лишь одно но я думаю он это переживет у него уже третий уровень на второй минуте это больше достаточного шейкера это очень отлично в то время как не кровь тоже так же имеет третий уровень но меньше крипов причем целых два раза но в это принципе тоже все неплохо сейчас и но все равно видишь даже при том что даже а ну даже при том что инвокер умер да они сейчас по экспе очень ровно очень ровно идут с мираной и по крипам он все равно выигрывает но это да безусловно но инвокер играет через фарджей и принципе у него не должно быть проблем со с хитом то что у него уже второй так же и и при этом у него еще тоже так же много талисман лежит а вот мирана погреб сато станет романа из бить у них не получится вообще никак у шейкера и элдер титана это кстати не точно ну как только получает 4 заряда там вообще все превращается это там если титан грамотно вода стан через фиссуру макшина т.м. не умер да да сейчас вот дает стану я сомневаюсь не убьют хоть и через опять что там но это минус нет не минус титан да но собственно о чем я и говорил если правильно выдать все скиллы грамотно читает опять же титан противника и отходит от сан-страйк манец но с другой стороны локер все стоп крепстат и топ уровень на карте вместе с миром не очень войну хорошо стоит на ботлайне но что поделать его оставили одного потому что уроков смещать это в это время ему приходится против микрофоса тоже опускают арт лейнера на войду стоять очень очень неприятно тела у него нет крут только со сальва осталось и сейчас он придется уже завязать дальнюю за их парень сами ну в принципе в принципе микрофоса еще более не замуж это причине игрок номера не ботал через контр титана я не отметил тот факт прилетел ли он с базы но вот он не замкнулись не смогут убить слишком маленький скип а не ну скажи запинать должны 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 бороться не добить дело и рублик но мне кажется зря летит потому что здесь плотный алдер титан он уже ничего не сделает но принципе почему он получит экспу поэкер шейкер умирает сама соло вот манки кинга в этот момент и манки кинг прям смотрю очень сильно вырывается вперед по крипстату и получать до на тебе должно быть они даже обидно и там смотри щас алдер титана убьют скорее всего на 2 но бх много на детка смотрели на карте делает очень много и там все замес в виду здесь еще есть курьером по 70 да он увидит и сейчас должен подрезать курьера ой не прощай игроки стороны рейтинг хотя у них вроде был была хостана курьере а в курьере был в ботал они стоп ботал был умиран и ну сидимся мы так и не узнаем что было в курьере грустно да умирает кстати манки кинг опять про который пускаешь не пропускаю я очень потны и сейчас кстати крыльям ботал это прямо за вузе или вместо вайда погиб урок алмит хорошо хотя бы так вайда 30 на 7 и с линии против некровцы это нормально неплохо манки кинг опять же убивает соло шейкер его просто разносит у него был ультимейт он его грамотно использовал и через хороший рассказ с макшенной пассивкой на 3 уже убивает соло манки кинге да замес на боте продолжается но и возможно рубик от них рубика те же они не розыгрывать спокойно руби поживает умирает оракул ну с одной стороны гнавят пытаются гнобить керри на боте но он не умирает в отличие от манки кинг который умирает соло от хардлэнер что того что хардлэнер отпускает и если посмотреть по общему на турсу то он сейчас имеет самый первый топовый это 3100 после него идет миром 2600 и дальше уже три игрока пентрис спорта с ну в принципе текстуру но это неплохо это вполне хорошо и что даже учитывая то что ну баха очень много делает но походу для того чтобы затащить этим рачкам нужно ждать еще больше да вот мы кстати видим то что на шейкера пытаются вылезть да и шейкеры убивают шейкеры убивают и кстати еще также пытались что-то сделать свой дом но не получилось естественно у некрофоса есть коса но сейчас у нас все пассивно бх идет мечеть будет на улице тоже убивать и от него не убивает тройки что-то успевает заставить решайны и да да не очень точно санстрайк был а в то время фармит еще и роман и рубик бегает потом бегать под вардом но кстати поставили вард на штабно стоит извиняюсь вот ставит неудачных нас верно боте и что чревато если не попадет стрелой они попадают стрелой не дэн зато до вас лишь отижать наверное отъезжает бой и еще не точно но должен точно так же умирать некрофоса смент в принципе в пользу кстати стороны ради потому что по на торсу 2 700 и это и на топе умер у нас шейкера трубика и так желтый номер а нифига еще может уйти не ним нет он также до того килограмма что думал зацепит рубика и того что бежит по товар к себе но там него слип не сильно в качестве по богатые вещи перевес сторону да я не знаю с таким пиком они еще смогут перевернуть мне кажется таким пиком на таких мы здесь не особо прям для восьмой минуты девятой дебе вот прям уж смотри на самом деле мне кажется оракл оракла очень плохой затор мне кажется он бы нужно было строить и не точно но он должен отъезжать уроком то умрет умрет там умирает но но конечно же с таким закупом без ничего ты делами нами не отворишь на карте но он закупать вардами стиками и сапогом теперь будет что не скажешь о саппортах стороны дайер и был паунтихантер уже есть аркан бутсы и ворбов вином дасты и капли и борды тоже так же есть рубика правда морбитку чтобы просто стоять на линии и получать так много урона от некрофоса на это грустно на самом деле ну а что он может сделать но как-то отпустили саппорт они больше заинтересованы были начали игры тем чтобы загнобить хотя бы пытаться обезьяну и как-то в медле еще помочь но при том этом при том же опять пустили некрофоса обезьян смотри да 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 здесь в принципе не чашель сурочек у него чтобы у него хоть что-то было так берет в плюс 8 агилити мирана предпочитает 8 агилити и 150 хп сейчас буду наверно вы будете видеть даст и осталось еще 900 голды до покупки этого чудесного артефакта и опять же выйдет вылазка на война хроносфера есть три секунды но стрела не попадает до того то убить но пришли могут я не что-то сделать собираем на сферой а там еще джабс смотри сверху еще джабс подходит и хроносфера и должно заставить точно хроносферу но не на рубика должны убивать не кровь но нет успевают прожить 2 скилл скорее всего да да умирает и шейкер то что также по всей видимости отъезжает на топе что размен на один-в-один ибо у него нет манна на телепорт есть на тотем но обезьяна слишком сильная кстати он покупает себе ring of hells это у него будет выход в вангурд быстрый вангурд скорее всего кто и кто это логично обезьяна обезьяна да да это логично это компенсирует весь минус арморы и урон в куполе то что магический урон и так живой здесь много кроме мираны и бразды но бразды пока еще не будет с этим видос остается буквально 300 голдами ранее то время как бы х ничем особо не обзавелся один локер смотрю вообще на карте особо не появляется только единственно что раскидывается на страйке и на это время сперва лично да он 7 кубами даст настоит фармить лес и о чем я думаю сейчас будет покупать время не кровь убивает мирану на вот войне вот убивать их за через косу получает сми даст опыт получать деньги фармить и но кормить малибанят пастью пассиву он же будет пытаться что-то делать там убивают оракла он может купить себе какие моргард волосы и всего ультимейте еще не 20 секунд у шейкера но они должны забирать баунт хантера а там уже третьем уровне там достаточно много урона но также мы понимаем то что у некрофоса есть файсы крышные стеки и дискорд довольно плотный кстати не вообще неплохо у некрофоса все прям очень хорошо и манкики на море тоже уже человек гоняет кажется соло гонять вайда у которого только есть обычный сапог и бомб щит бомжа и больше ничего до хроносферы осталось 15 секунд но как-то уж слишком сильно доминирует и уверен себя чувствует команда пента да ну знаешь они вот до этого команда радио значит имел он приветствует вот сюда сейчас уже на высоте да ну кстати мы видим то что в принципе стоит лишь несколько вардов непонятно на топе вард сентряк опять же на топе и замес в милой еду добивай хорошего раза сдержать ему бить некрофоса довольно сложно сдача оказалось для команды и он может чуить нет не уйду не ходит уже но и запрыгнуть марки king один в четверых м как снг она больше тульки мэн ты скорее всего а там еще уж да под куполом убивают закинули под закинули ребят поднимает вот покеры ну кстати здесь и сейчас не разойдет 100 шейкер точно погиб в рамках режет но не поможет он сможет очень просто раскатит и все как бы у него кончается асив канону забирается троих аж три полкил делает и лично в принципе но в 25 чисто река по парикапу если посмотреть то отыграли очень потеряли 3000 было преимущество нет 5000 мы видим почти 3000 4000 experience если что хотя по урону кстати примерно одинаковое количество но заметь то что погибли именно хардлайнер два саппорта у страны радианта значит что что будет имя рано получили как экспириенс такой и минус неграфос крис сейчас будет да да не должны выпускать и очередной кел для рейдер стрела от мираны ребята неплохо камбэкают бх бегает пока что расставлять варды и по центряк попал его вард то есть когда только кто-то поднимется на хай граунд из центряка в виду увидят observer ты и обязательно его с ними даже обидно слушай неудачно это вот-вот крипы побежали крипы прям не повезло но не повезло саппорта который не получил сейчас 100 голды реально не повезло да кстати там есть на кого-то атаку пытаются убить ораку он там только рубик уйдет но он сбросил с себя сам страйк уже был бросился до трек и в принципе ходит спокойно да там ребята чуть как на медлене активизировались и рмен пока избивает мирану у ромена в инвентаре лежит кстати нет он взял себе доминатор и приобрел себе ходов дефенс вот такой был план что я немного не оказался прав кстати нет не выходит инвокеров сразу в юла он покупает себе аганим он просто приобрел своего и стол на манреген и бегает уже спойнт бустером догоняем у нас здесь по 1000 голды так видят мирану это по всей видимости сейчас будет минус мирана там да не очень удачный так уж 4 просто оркул пока бегает ворует балансиру на манки кинку это время стоит и добивает казалось бы отыграли даже везде вижу понимаешь они бегут на вижену и бх еще плюс ко всему и они просто могут себе позволить вот так вот ходить ловить по карте людей которые там товар депут или еще что-то в таком роде это просто увидишь у баунтихантер уже восьмой уровень у него имеется 4 тос и под трек тос я думаю если залетит грамм на сан страйк не промокнется то это может быть инстаке у того же думаю той же миран или же оркла то есть вот ну и три мгра и чистое кстати хочу сказать видишь пенто много быстрее формят даже там камбек 0 получается у нас как называется рейтинг камбек 0 и у нас да и вот сейчас опять же над ворс идет в сторону опа но это хорошие ульта от шейк но аромат на стрелы не падает на дискулы не попадает на обезьяне у обезьяна успеет раскастоваться но забирает бх валах сидящих приходит локер файт наконец-то и у них нет помощи действовать с учетом просветов х но если есть 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 просвет но когда да даже за место проходит в пользу ой 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 хороших хронов по двум и мираном номера должна выживать мирану грамм угрозы велистом раз в сфере суда ранее шейк планеты да 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 мне урну накинели рм остается в живых и мы видим то что страна дарит как они более все верно чувствовать как ничего на масштабе вот это просто два потом придут следующих 2 ломать поймал кстати пирамиде но умерла мирана не в принципе отличный файт да они забрали товара не забрали троих персонажей мне река не показывал вот теперь показывается и они знают за 4 голды потеряет только бх под хроны и убили шейкера вайда и оракла получили без панки щоп на грубо говоря и забрали плюс ко всему т2 в виду но сейчас остается их последняя цель это либо рашан либо же т2 в топе тогда топе потом рашан наверное потом уже т3 вот так то не будет действовать скорее всего здесь проблема другая страны рядят не том что они не могут компактных война мало что есть их война имеется на данный момент только пт и мол все и они очень сильно проигрывают по вишену то есть даже если будет соберет себе так сказать диффуза то особо боевым он также не станет и урона подкупа у них также нет если не хорошо поставят купол и туда будет уже закинуть а закинуть образ дата титана будет стоять его так и урок или убивают весело да не отпустят его уже нет урока убивают да здесь есть ну вот а еще кроме этого войду на нужно какой-то бкб или что-то в этом роде чтобы жить да он фармит его но мы его выбор выформить себе бкб и весь ты посмотришь на быстрый запах у него среди куза и бкб но бик не вы не выведет если будет с такой же скоростью фармит то он скорее потеряет три стороны ежели шейкер забрал т2 т1 на топе и инвокер пошел салона рошана да то есть они сейчас забирает рошана и не при смогу даже пойти на фига или все-таки на верочку пойти отпушить топ не дать забрать свою т2 вышку и пойти на т2 противника потопу а дальше уже идти на хэгэ и заходить за элисом если ничего не помешает им это сделать все логично отпушил линию шейкер у шейкера есть тайгер есть форста появляется кстати что позавтра вообще у всех стальных волверт там имеют еще что претверсу и танки выигрыш нестики как мир она кстати на 19 минуте почти 20 так и на учили что это раньше она заходится нах прыгают шейкер нибудь любит один минут два саппорта но успеет успели разобрать есть просветка есть просветка думаю есть не должна пускать мокера в первый раз уж точно но вопрос где и второй раз скорее все тоже не отпустят потому что его комитных них это он эскейп да но здесь есть некрофос и как же хорошо смотри смотри как красивых нас веры и стрела прям по некрофосу а не было рм на на обезьяне почему-то совместно он сейчас он появляется и если роман все хорошо роман слишком мощный его есть но у него как блестится и минус шейкер точно точно мне кажется сейчас он спокойно забрать ворок у нас два минуты сейчас будут да вот минус 3 и они принципе могут еще пойти пушить да не лучше спокойно пойти пить потому что вот нет мир она ничего разъявляет и элберт титан тоже ничего не сделает и неспокойно могут идти насти погалдеть плюс ушли все-таки рейдинг потому что тут вещь чем проблема то что обезьян что-то не было за месяц в начале он подошел в конце будь он в начале я уверен там забрали бы всех без исключения а так мы подрались неплохо забрали митера два раза выбери сразу аеги забрали кровь со рубика и баунти хантер получилось что неплохо неплохо ну в принципе неплохой файд для команды радио но от вам мало аганим есть уже инвокера тем временем умирана догоним еще целых 400 голды 300 и у вайда вайда пока намечается только диффузел блэйд у него есть два блэйда фарла критии ему осталось буквально на интеллект часть на интеллект и конечно же рецепт ну в принципе так себе рмен очень сильно сейчас в замесе будет у него очень силь так получается персонаж у него есть доминатор у него есть фудо-дефенс у него есть диффуза и со своим мультиметом он будет много проблем доставлять ребятам но и сприте патроны почти огоним через 100 голды почти огоним но затем шейкер уже откатился слэм и он ловит стрелу ворованную от рубика это точно минус шейкер через косун и хотя нет у него есть фарстав если варкова захиляет этот успей да все он должен выживать неплохо сыграно неплохо сыграно вовремя доспел элдер титаны семьи он только был явный минус ну в принципе опять давит пента но они могут себе позволить на то время стермы ногти на пуш то пытается спушить здесь линию на топе вовремя искушать скорее всего если вы не помешают да они ломают третье время скорее всего неизвестно будут ли они единых агай либо решат по фарминке дело в том что он как мне кажется страна рейдинг она посильнее в лейдгейме но дадут им так убили им дашь не зрели в опера значит уже эти не будут нет они могут спокойно заходить собственно и переделать смотри на рмн зубога не бегут а без вот как раз это такое себе да но здесь все зависит от нас веры или от ахо слэм на хроносферы увидим нет ахо слэм есть да и потратили чтобы забрать инвокера обымать я просто так не умирает 1017 рмн не раскастовывает ульт и вот статьи шейкер все еще надо будет просто ломать того поставил тиммейт до шейкер не может улететь боится он ждет крипов и что ноги его родители увидели а попался поливой юною а не было было за минус рубик минус да но что теперь делать с тем самым манки кингом который просто убивает всех направо и налево видишь сам минус 2 сейчас грн это просто машина манки кинг это просто машина да и вообще смогли отрицательства в отдельности всех убить и вот уже бежит разумеет лайн и сюда будет сейчас посетить собирать на сторону топа вот так же врачи сторону помидор что роман фуловый просто и ищем боятся ой стрела неловкая но не уберяется наконец-то упадающим атаку надо долгу файты появились диффуза но кстати в сторону так и не слими лишний барак не забрали ребята из пенты ну и добивать у нее не в его не пойдут уже это сто процентов но видишь ли 20 секунд осталось до хроносферы но это слома еще не будет 70 секунд и отпушивать особо нечем то есть если сейчас подойдет инбокер а он уже подошел то к сожалению 20 секунд осталось подождать буквально кингу там где за что будет стерна войдет это хроносфера естественно бороздающую но такое то есть это них основным с которым можно резко ворваться и как-то изменить файт ну да ребят из пенты не собираются уходить им точно так же стоят на топе просто начинают подходит все ближе не нужно заправить и лишний барак хотя они могут отойти спокойно побить шрайны но что-то не все-таки решают добить мидовую линию есть упал войда в принципе смотри сейчас мы можем видеть как манки кинг очень хорошо маскируется вот видишь вот дерево да я я вижу я вижу на спятался да да это очень хорошая маскировка и и вот тут обнаружить ну практически невозможно нас сейчас когда нужно вот ой 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 он рассекретился агент на раскидывает треки баунтихантер но есть купол есть купол и буквально две секунды осталось для хаслама слишком долго ждали игроки из пентаспорт до 10 классная это подставляется стилей по негропос и все лучше отойти сейчас пенсии ибо иначе вот купол купол не вкидывать то что понимает рубик но это будет минус баунтихантер не стоп а ну там эксперимент всех убивает как-то поставил купол убивает его сейчас должен нет не убивает его не успевает за время купола инвокера войд и войдут мир она тоже возможно умрет сейчас шейкер так и не прыгал кстати с хаслэмом прошу подметить только начинается привет но убивать не чем ромена почему-то него все время пытаются дожить замесе но это не брестал пэк которого не стоит убили убили все убивает бывает да но кстати барак остался жив у него 800 хп до сих пор и также не снились с минус урбокер будет тоже быть минус урбокер до минус 5 в размер лишь на 1 вайда я не знаю сколько подняли денег что миран выросла баба на самом деле угадок сути голды ну так это значит много но у меня сошли на критичная ситуация на карте не поменяет мне кажется смотри на количество центре вардов страны рейдинг на боте то есть вы просто громче 4 варда 4 варда стоит 3 овощи ну очень много ну уже 3 до прошу прощения я просто мамочек гремлин такой знаешь плохой бесстыжный и если же на боте и дорожа но осталось от немного должен что-то играть и спины предпринимать таким вот раскладом monkey king конечно сильный добавив себе в инвентарь изолятор и забывайте в себе дефуза но вот есть войт он пытается выфармить бкб и у него пока что лишь 900 голды байбек нужно оставлять так же кстати мирана закупилась по полной перестра вла у нее есть и ула нее давно был аганим и все это время набега с медасом и фармит также с медасом что позволяет ей держаться в топ-2 нетворца топ-3 у нас является инвокер который бегает и пытается себе выфармить также рецепт на травула и потом у нас идет шейкер который собирает себе как я понимаю лоту 40 ну лишь нашли локеры видимо мирана им недовольно почему-то потому что страну до игроки пиликать на кого-то они довольны чем значит мирана недовольный вот в принципе логично но уже а тосу баунти хантер это вообще хорошо потому что баунти хантер раскидывать и поэтому получать достаточно много денег что не скажешь про рубика хотели вот так же есть блин дагер блин дагер и арканы самый бедный саппорт видишь ли вообще бомжатский дает медлайн у нас упал его асферу и собирают не пропасом но скоро подойдет сюда и хасла им вообще в никуда и приходит араба на сфере полгар титану и роман дает ультимейт и опять команда рэдинта дает свое преимущество страну из 2 2 до так по шейкеры и теперь будет сложно зайти не зайти на хайграм то что они уже вот миром моргают на бот ибо они лучше заходить в том то стоит что 2 в 1 и сейчас на не оба ибо заводного но шейкер байбайкается без их ослами и так же нет еще полторы минуты хроносферы вандерсан также нет борозды и это простое скорее всего это будет минус сторона из ультимейта вуконга тоже это да но но стороны и мимо джейли помешают да да не прочитала мастер опять телепортируется на мира на меня и т.п. и это явно минус милишный барак если не фол сторона почему-то стыдятся стыдятся это не зайдут там есть дизайтов и роман он не будет и барак рыжевой сами нам дали снор прожала что должен будет скоро появиться и тогда можно подойти просто разбить что шайна топе и забрать за одно хороша на шейкер прыгает рассказ в мокер мин шейкером и в данном режиме после принципе то спасли миран под остается без маны из и но будут заходить в мид на не хотят они собирать не для слабых сеть пасть швейн и раша они просто решает пойти сразу уметь но это логично есть два секунда хрона сферы не шейкер нет хаста мои есть как чему эту войду нет войта нет мира на скорее всего это уже будет гудгейм все так вот гейм считаю игру просто лучший пент 1 0 идет напомним вам дорогие зрители в лице меня что формат данного матча было два то есть осталась еще одна игра я тоже смотришь на это же зритель я просто зритель не знаю я тоже зритель а это очень много зрителей в это время мне пришел а от моего дорогого подписчика очень хороший красивый сет на разор что заставляет меня на нему поиграть не понравится ты в принципе когда на нем поиграешь когда-нибудь так все слабые должны будут создать когда-нибудь ты мне страна из ультима когда-нибудь на нем разумеется поиграешь так сожалению вся аудитория это стартовали потому что те с очередь какой-то гмач комментирует но это только пока что пока что они сидят на канале star ladder а потом у него сидеть здесь и смотреть за нами нет само собой конечно же не конечно комментатор начинающий но я не считаю нужно комментировать супер очевидные вещи то есть ты меня понимаешь я тебя принципе чисто гипотетически чисто конструктивно деструктивно понимаю теперь извини меня я буду вынужден выключить микрофон на какое-то время потому что я хочу немного подкрепиться с кофеином и думать понимаешь о чем идет речь окей я тогда просто пишу музыку и с вами микрофон тоже вырублю хмхм а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...